Здравствуйте! Вы смотрите Акцент с Александром Кравцом, депутатом Государственной Думы, первым секретарем Омского обкома КПРФ Александр Алексеевич. Здравствуйте! Здравствуйте! В последнее время, я так думаю, основной темой обсуждения в обществе российском являются поправки в Конституцию. Это мой первый вопрос, и в нем сразу несколько вопросов, как обычно. Во-первых, зачем Путин затеял изменения в Конституцию? Правда ли, что он меняет этот главный документ, все социально это мишура, а он меняет его под себя? И почему так скоропостижно вносятся поправки? Конституция 1993 года, которая была принята неизвестной по какой процедуре, но тоже голосование, не референдумом, была принята, как известно, на крови советской власти. У нас вот любят поговорить об учительном собрании, которое большевики разогнали и так далее, но учительное собрание, это было собрание, которое рождено в период выборов, когда при старой власти, которая должна уходить и уступать место новой, и выросла новая система, советская система, широко принимаемая народом. Как известно, она быстро распространилась по всей территории нашей страны, советы рабочих, крестьянских, солдатских, матросских депутатов. Здесь ситуация была другая. Ельцин совершил переворот, государственный переворот, и тоже достаточно скоропалительно навязал Конституцию, так называемое голосование. Надо сказать, что мы с вами вообще достаточно непростой ситуации. Известно, что если бы был референдум, то за Конституцию должно были проголосовать 50% населения избирателей, то есть избирателей, плюс один всех избирателей. Это закон референдума. Должна прийти больше половины и проголосовать больше половины от всего числа. Придумали эту систему, нагнали людей, люди проголосовали, но по данным не проголосовало и 30% голосов за Конституцию, по которой мы живем. То есть, по большому счету, она принята не так, как должен образом. И этот документ получается не вполне законный. А если исходить из того, что потом вся система власти, когда разрушили советскую систему, строилась на основе этого основного закона, то тогда возникает вопрос о легитимности и всех органов остальных рас, действующих на протяжении 27 лет. Будем отмечать осенью, в декабре этого года. Все законы, которые принимались в России, а в России принимались законы, они не должны противоречить Конституции, возникает вопрос. И я несколько лет назад, выступая, по-моему, в годовщине этой Конституции, я говорил, что сегодня, тогда ситуация была не такая, да, это было до санкций, до всего, придет пора, и наши заклятые друзья за рубежом скажут и объявят, что все, что вы напринимали, это же незаконно было. Вы нарушили, так сказать, принципы буржуазной демократии, за которую вы так ратовали. Поэтому все обязательства, все договоры, юридической силы не имеют. И при желании эту карту на стол они смогут выбросить в удобный для них момент. Но это так, чтобы была понятна эта ситуация. Вот сегодня многие кричат о том, что коммунисты не так относятся, и КПРФ не так относятся, вот, представляющие изменениям Конституции, которые вносят президенты и его команда, к этим вопросам. Но мы изначально говорили, что та Конституция, которую принимали, когда шел процесс, так сказать, голосования, она не годится. Она для России вредна, мягко говоря, в лучшем случае. И вот когда наступил, прошло столько лет, и стало видно, что наша страна с вами деградирует по всем параметрам. Чего бы там они ни говорили, ни рассказывали, деградируем. Почему? Одна из причин — это та система власти, система управления, и та Конституция, основные принципы организации жизни общества, которые в ней закладывались. Мало того, если мы обратим внимание, кто-то там, наверное, переживает, вот вы в вопросе сказали, что, может, главная тема обсуждаемая. Мне что-то сдается, что тема главная в СМИ, государственных прежде всего, ну и определенной части более-менее, так сказать, активного политизированного населения. А огромное большинство, я уверен, за 90% вообще их не волнует, эти конституционные вещи. Почему? Объясню. У нас по нынешней Конституции, они же ее тоже там маскировали, натворили всего разного, но заложено право на бесплатное образование, на здравоохранение. Мы якобы социальное государство, и дальше, и дальше немало хороших деклараций. Но когда сталкиваемся с реалиями нашей жизни сегодняшней, они не работают. Мало того, включены механизмы, которые вообще-то отрицают конституционные принципы. Даже этой буржуазной конституции, которую там слепили под Ельцина, ее отрицают. Где доступ к образованию для всех, бесплатному тем более. Что со здравоохранением, ну мы с вами даже в этой студии каждый раз уже, как говорит один наш лидер, языки обтрепали, говоря о том, что все это нарушается. И дальше по списку мы идем, видим эти процессы негативные. И вот когда подошли к определенному краю, а мы с вами должны, что в целом власти наши весьма напряжены. С чем это связано? Ситуация социально-экономическая не улучшается, а ухудшается. И если у нас сегодня что-то получается, что-то финансируется, и бюджет вроде растет, на самом деле это связано просто с конъюнктурой, а именно ценами, если говорить по-русски, ценами на сырье, и прежде всего на нефтегазовое сырье, от которого мы можем получать ресурсы и делиться этими крохами, а точнее они бросают крохи, загребая себе 60% от всех этих доходов. Я имею в виду наша крупная буржуазия, которую сегодня маскируют под словом олигарх. Вот выкручиваемся, но ситуация очень шаткая. На Западе постоянно уже говорят тезис о грядущем финансово-экономическом кризисе, об обвалах, о провалах, о лопнувших пузырях, надутых. Сегодня уже этот самый коронавирус, который зародился или идет из Китая, превратился в мощный фактор экономической деградации. Падает производство, останавливается производство, и не знают, когда его остановить, он расползается по миру. И сегодня это ничтожное, мельчайшее, видимо, только в микроскопе, то, наверное, электронное явление, становится важнейшим фактором экономической и политической жизни. Так вот, в преддверии всех этих событий начинается процесс обновления. А у нас, в России, у тех, кто сегодня находится у власти, главное эту власть сохранить и удержать. Поэтому, когда подошли к Конституции, кто-то критиковал, допустим, нашу фракцию, ну и партию, естественно, за то, что мы в первом чтении поддержали решение о том, что необходимо вносить изменения. Почему? Я думаю, не открою большого партийного секрета. Мы заинтересованы в том, что в повестку дня вошел основной закон страны. Почему? Потому что мы в данном случае, если ее раньше рассматривали как своего рода неприкасаемое явление, священную корову, на которой только молиться можно, то здесь сам президент и его команда говорят, давайте поменяем. И что вы хотите? Мы, противники того курса, который закреплен в Конституции, отказались бы, голосовали против малейшей возможности повлиять на эти изменения? Мы были бы просто политическими болванами, если бы так поступили. Нет, мы не болваны. Вы открыли двери, мы заходим и начинаем убеждать. Для нас обсуждение темы – это возможность убедить людей в том, что творится в стране это неправильно, что нужны радикальные изменения. Мы этой возможностью стараемся пользоваться везде. Из трибуны Думы. Сейчас потом пойдет в ЗАГС собрание региональное обсуждаться будет. Потом будет голосование так называемое опять, но это особая тема. Это раз. Путин спешит. Есть вопрос о передаче власти, потому что сроки – это так молодым людям кажется, что это целая вечность, четыре года оставшаяся. На самом деле время пролетает чрезвычайно быстро. И Путин, как страж интересов олигархов, старается понимать, что в рамках этой Конституции при падении доверия со стороны населения, избирателей и к власти, и к ее институтам, и к ее партии, которая прикрывает эти вещи и старается придать им законность, или, как говорят юристы, легитимность падает. Нужны телодвижения, нужна имитация каких-то вопросов. И сейчас время настало. У него еще есть четыре года. Он формирует и новое правительство, и поправки в Конституцию, и которые предусматривают некоторые структурные изменения, а точнее организацию самой власти. Там же тоже это закладывается. И вот мы втягиваемся в этот процесс. Но главная, конечно, оценка, здесь существует и на Западе большое количество публикаций. И у нас в стране пишут, ну, те, кто себя считает либералы, ну, и мы, коммунисты, активно участвуем в этом деле, обсуждаем эту тему. Запад убежден, и либералы в России убеждены, что делается это только для одного, укрепление власти Путина, сохранение власти Путина. С нашей точки зрения представляется ситуация более сложная. Здесь вопрос не только в Путине. Здесь вопрос в создании устойчивой системы контроля над обществом в ситуации, которая будет изменяться. Путин при всех его спортивных увлечениях и здоровом образе жизни человек не вечный. Это закон жизни, его никто провернуть не сможет, пока эликсир бессмертия не изобретен. А им надо выстроить систему, которая бы в определенной степени придавала законность. Гарантии никто ничего не дает, ни Конституция никто. Гарантии может дать только настроение народа. Не случайно даже в этой Конституции написано, что единственным источником власти является народ. И от того, как народ себя ведет, так она, в общем-то, такая власть и будет. Путин захотел народ советскую власть, она победила, несмотря ни на что. Ни на интервентов, белогвардейцев, адмиралов, генералов и так далее. Гвардейцев, всех юнкеров и прочее. Народ сказал нет. Вот сегодня в преддверии этих вещей пытаются выстроить систему, которая позволяла бы регулировать, контролировать ситуацию везде. И Путин в этом плане, так сказать, поспешает. Почему, я уже объяснил, почему нужно? Нужно укрепить, потому что видны бреши, видны трещины, видны провалы. Очевидно, что за 30 лет власти, которая в России есть, страна деградирует. Мы уже с вами говорили, что если сравнить Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику и ее ВВП с ВВП РФ, то в 90-м году 100% это РСФСР, Россия сегодняшняя 78%. 30 лет чем занимались? Мы даже не достигли этого уровня. Когда нас там пытаются, я имею в виду коммунистов, тыкать носом в советское прошлое, а у вас того не было, ребята, вы за 30 лет не вышли даже на этот уровень. Вы что делали? Только растаскивали страну, торопятся. Почему быстро? Ну, а потому что, если долго, если действовать, как в советские времена, ну, всем известно, та же Конституция, которую называют Брежневской, 1977 года, ее 10 лет готовили, обсуждали, всенародно и так далее, печатали, приводили, проводили полиц занятия, чем только там не занимались, да? А здесь собрались люди, представители бизнеса, шоу-бизнеса, спорта, кто там еще, ну, кинематографии, артисты и так далее, создали, внесли предложения, все вперед. И сейчас в темпе вальса продлили вот до второго числа прием поправок, ну, сотни поправок пошли и так далее, они торопятся. Почему? Если широко это обсуждать, начинает распробовать, тогда мы, коммунисты, имеем возможность людям больше рассказать и разжевать, и доказать о том, что нужны те изменения, за которые мы ратуем, что Конституция в этом виде требует не косметического ремонта, а глубокого, глубокой переделки, может быть, даже не модернизации, а другой конфигурации. Для этого нельзя, потому что возникает сразу вопрос, а кто в Конституции записано, Конституционное собрание может менять, его нет. Хотя законопроекты, я вот, бытность, ну, много лет уже депутат, знаю, что законопроектов несколько лежит без движения. Конституционное собрание должно было бы заниматься этим. Второй момент, для того, чтобы Конституцию менять, вообще по-доброму, необходим референдум. Референдумы они боятся, как черт Ладана. Вот, быстренько, быстренько, мы сейчас сымитировали обсуждение, да, после этого в Думу вот 10 марта внесут эти поправки, затем в ЗАГС собрание пойдут, две трети ЗАГС собрания поддержат, ну, сомневаться правильно не приходят, потому что большинство единороссов, команда прошла, а потом на... Они даже думать не будут. На всероссийское голосование не думать, не читать, там же члены этой комиссии, рабочей комиссии по поправкам Конституции, некоторые заявляли, а что они этой Конституции не читали, а готовы, так сказать, работать над поправками. Ну, очень просто. Одна из спортсменок публично об этом заявляла, это широко известно. Ну, бог с ними, кто их подбирал, для чего подбирали, это личный раз доказывает, для чего и зачем все это создается. Вот. И быстро протолкнуть и заявить, что мы обновили, мало того, мы это обновили, мы национальные проекты у нас запускаются, свяжут это все, что необходимо, обновление с другими вещами. Ну, и плюс, чтобы было, кроме политической оболочки, было социальное содержание, люди-то прежде всего на это обращают, а что я персонально могу получить от этого. Ну, вот, объявляют о том, что там, так сказать, будет внесено вопрос и о минимальной заработной плате, будет вопрос о индексации пенсии. Так это и так все есть сейчас. Зачем в Конституцию? Это все есть. Ну, вот это станет основным законом. Это такой сладкий пряничек для народа, чтобы протащить свои поправки? Алла Ильевна, вы же понимаете, что если людям объяснять, что мы меняем статус госсовета, и он приобретает уже конституционные там функции, особые положения, да, что, скажите, одни говорят, что это делается якобы под Путина в будущем, когда закончится президентский срок. Другие говорят, что те изменения, которые вносят, в общем-то, позволяют аннулировать предыдущие положения о том, что не более двух сроков подряд может президент занимать. А это значит якобы... Вокруг этого ходит много слухов, которые под собой имеют определенную логику. А зная, в общем-то, бессовестностность нашей власти, мы это наблюдали, они перешагнут через любые понятия, чести, нравственности и так далее. Для них это звук пустой. Ожидать можно чего угодно. Поэтому вот и двигаются. Ну и что там людям будут рассказывать о расширении, полномочий Государственной Думы, представительных органов власти? Ну там тоже выглядит все это достаточно смешно. Поэтому торопятся, надо внести новая конституция, новые порядки и опять выигрыш во времени. Ну и я не исключаю того, что это попытка исправить макияж власти в лице людей, что власть меняется, новое правительство, в конституцию внесены очень важные, нужные народы будут убеждать в этом изменения, и все, жизнь дальше пойдет опять налаживаться. И опять, может быть, на десятилетие люди начнут ждать, когда же посыпется манна небесная обещанная через нацпроекты, через прочие вещи. Думаете, так долго будут ждать? А мне кажется, сейчас они вот эту реформочку проведут, народ посидит, посмотрит, что ничего не имеется. В данном случае я пытаюсь думать за них. Вы понимаете, когда вот эти вещи идут, это же не просто с бухты-барахты, проснулся, встал там с левой ноги и с правой ноги и решил, будем делать реформу. Работают спецслужбы, изучается общественное мнение, изучается настроение, ломают голову, как еще сделать так, чтобы люди дальше верили и считали, что мы идем якобы верным курсом. И в рамках этой системы нужны и политические мероприятия. Национальные проекты и всякие блага уже объявлены, как посыпется социальная поддержка и все прочее. Минимальная зарплата повышена, приведена к мроту, пособия повышаются, горячее питание будет у младших классов. Александр Сергеевич, это какие-то все меры, какая-то мишура. Жизнь легче не становится, лучше она ни для кого не становится. Это все какие-то меры, не знаю, непонятные мне совершенно. А вот с такими мерами, кстати, и дробится общество. То есть мы ведь говорим, что одна из причин, почему они могут это творить и властвовать, ну вещи вопиющие, потому что, условно говоря, семьям, где есть ребенок-первоклассник, придет вот с этого года горячее питание. О, какая-то поддержка. В условиях, когда люди живут трудно, особенно там, если не один, а несколько, да и с одним ребенком сегодня поднять его, это такая проблема. А если несколько детей, о, великое благо. А то, что можно ходить и братишки, и сестренки в одну школу, это тоже благо. Этому дали, это, так сказать... Так это нормально, Александр Сеевич. Получила материнский капитал. Горячее питание и в одну школу, это нормально. Это не благо. У нас-то внушили, когда людей опустили по жизни ниже принцесса, любая подачка уже становится заметной. И говорят, ну что, в общем, жизнь налаживается. Вот мой ребенок будет, так сказать, получать горячее питание. У меня проблемы, в общем-то, с доходами, с бюджетом, говорит, там, мама или папа, который ищет, так сказать, судорожные людей. А почему, что эта власть вас довела до такой степени, что у вас проблемы... Это люди не связывают. Ведь людям внушается абсолютно. Если ты больной, бедный и так далее, это твои проблемы. Это не заслуга государства. Но я же живу в государстве. Так это не моя личная проблема, значит, получается, государство. А государство не хочет за это отвечать. Оно говорит, ладно. Зачем мне государство так-то... Ладно, ты записываешься по проблему, бесплатное образование, то есть лечение. А, пожалуйста, через месяц пойдешь к узкому специалисту, попадешь на прием. Если не откинешься. То, что школу у тебя закрыли в поселке, в селе, да, и твоего ребенка возят там за десяток-другой километров до школы, автобус может не прийти, может сломаться, может не попасть в аварию и прочее, и прочее. Ну, мы же, в общем-то, работаем. А не нравится, ну, зарабатывай много денег, покупай жилье в Москве там или снимай жилье в Москве, иди в элитную школу, плати десятки тысяч, сотни тысяч рублей за обучение в школе, потом тоже в вузе. Ну, у нас ведь свобода, широкий выбор есть. Главное, выбор-то есть. А то, что ты не умеешь зарабатывать, ты не умеешь воровать, то, что ты вроде получил образование и квалификацию, ну, крутись, парень. А работы нет, а если есть, то зарплата низкая. Совершенно верно. Ну, вот так людей закручивают. И человек думает, ну, вроде что-то налаживается. Эту крошку бросили, в другой социальной группе другую крошку бросили. Ну, и каждый, глядишь, раздробили их. И люди считают, ну, у меня одни проблемы, у моих стариков другие проблемы. А соединить, что все источник всех проблем. Один, это система, это власть, которая в стране существует. Это курс, которым идет страна. Ну, для этого нужен определенный уровень. А где его, где с этим разобраться? Что у нас на предприятиях, в организации учреждения есть, политзанятия. Или наши каналы в прайм-тайм дают вам, скажем, там информацию, которая может помочь разобраться. Ну, кроме Абком ТВ, да, Красная линия. Понятно, там другие задачи. Обдурить, отвлечь на внешние факторы. У нас главные проблемы, да? Украина, Сирия. Да. Александр Сеевич, КПРФ внесла более 15 поправ в Конституцию. Я бы хотела, чтобы вы назвали ключевые из них. И ваше мнение, будут ли они приняты хотя бы частично? Ну, одна из главных тем, об этом, скажем, говорим постоянно, это наше программное требование. И это не, скажем, желание коммунистов, как членов политической организации, а это потребность нашего народа, нашей страны. Вот. Но этому противится нынешнее государство. Это национализация сельевых ресурсов страны. Вот неоднократно официальные данные. Мы от нефтегаза получаем 20 триллионов в год. Я имею в виду, вывозим, продаем. В стране остается у государства, которое должно тратить на все эти вещи, всего 8 триллионов. Получается, 60% остается в карманах новоришей, олигархов, которые прибавили у нас опять, выросли и их личные капиталы. И количество все время растет. Растет количество миллиардеров и мультимиллионеров тоже. Вот. Это раз. Второй момент, на который мы говорим, это пенсионная реформа. Мы говорим, в Конституции должно быть возвращена норма. 60 лет возраст выхода на пенсию для мужчин, 55 для женщин. Это ключевая проблема. Причем те, кто вводил реформу, и народ, к сожалению, это проглотил достаточно без серьезного сопротивления, не понимает закона. Это обречение страны, вот такой закон, на технологическую отсталость. Почему? Потому что по-доброму во всем мире сегодня, когда наступает так называемая цифровая экономика, роботизация везде идет, идет замена людей, у нас планируется человека эксплуатировать до гробовой доски, выжимая из него все, не оставляя ему практически возраста для дожития. Поэтому это вопрос крайне важный. Следующий момент, это тема, о которой они муссируют и вкладывают, вопрос о минимальном размере оплаты труда и прожиточном минимуме. Мы говорим, что да, это нужная тема, мы бы ее поддержали, и мы на этом настаиваем, но что такое прожиточный минимум и минимальный размер на уровне развитых стран? А сейчас, сейчас уже, ну это общепризнанно по подсчетам институтов, академии и так далее, что такое на сегодняшний день, да, и с индексацией соответствующие эти вещи. Вот сейчас минимум минимум, то есть меньше-меньшего должно быть 25 тысяч. Минимальная пенсия, минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. У нас в регионы эта зарплата считается неплохая. Да, а на самом деле, на самом деле, те же институты, это российские институты, кто исследует проблемы труда, уже где-то к 36 тысячам подбирается, чтобы обеспечить человеку вот те потребности, которые позволяют ему ну развиваться, не жить в скотских условиях, да, не на хлебе, воде, извините меня, там сказать, никуда не выходя и не обновляя ничего. И так, вот эта тема для нас крайне важная. Есть еще одна тема, от которой вообще зависит будущее у нашей страны, это тема русского народа. Зная, что нашу великую страну собирал прежде всего и хребтом ее, становым хребтом является русский народ, ну 80% населения русских, и если бы не было государственно образующей нации, такой бы страны не существовало. В силу многих причин русский народ смог собрать вокруг себя, наладить отношения, не уничтожая, не покушаясь ни на верование, ни на традиции, ни на культуру народов, которые живут на просторах нашей бескрайней Родины. И он сегодня вымирает самыми большими темпами. Страна за годы вот того, что называется, потеряла 20 миллионов человек. А не война, мы в мирное время живем. 10 миллионов минимум русских. Еще 25 миллионов русских живет, русскоговорящих, ну люди, которые считают себя русскими, за пределами теперь Российской Федерации. Поэтому тема русского народа, это вопрос не каких-то привилегий. Национальной безопасности. Да, это вопрос просто выживания всех тех народов, которые живут на этой огромной территории, суровой территории. Это тема для нас архиважная. Следующая проблема, это опять тема бесплатное доступное образование и здравоохранение. Ну мы же понимаем, что и в 20 веке, а в 21 веке тем более, сегодня без образования доступного для всех не того, что у нас творится. Одни имитируют, собирают диплому, делают вид, что учатся, а другие делают вид, что учат, а в итоге у нас ни специалистов, ни кадров, ничего нет. А самое главное, если он есть, то он же никуда не устроится и гарантированное в Конституции первое рабочее место. Вот это, да, для молодежи очень важно. Это принципиально важно, раз, со здравоохранением. Бесплатное? Ну где же оно бесплатное, Александр Сеевич? Все правильно. Когда у нас там говорят о том, о сём, выясняется, ну смотрите, я переключаю канал, когда показывают этих несчастных детей, да, с тяжёлыми заболеваниями, операции которых требуется за границей, на которые нужно собирать миллионы, огромные деньги, ну стыдно, вот стыдно мне как гражданину, не потому что, как депутату, конечно, стыдно, но моя совесть депутатская чиста, а вот как гражданину, родившимся в великой стране, ну, а это же сплошь и рядом идёт. Эта тема, она крайне актуальна. Когда мы говорим о, так сказать, других наших вопросах, связанных с развитием промышленности, экономики, всё это мы закладываем. Но в принципе, основные положения мы на каждых выборах предлагаем стране эту программу. И ведь чего греха таить? Конституция Советского Союза, все, которые были, и первая, там, и следующая СССР, первая Конституция, и Сталинская Конституция, и Брежневая Конституция, они в основе имели, лежали принципы, которые излагались в программе Коммунистической партии Советского Союза. По-другому быть не может. Сегодня эти предложения есть. наши товарищи там отстаивают в разных вариантах, ищем компромиссы. Мы считаем, что, допустим, почему неэффективна система власти, почему страна вымирает, умирает. Демографическая политика, конечно, выходит сегодня на первый план, это уже понимает даже президент, даже эта власть. что вы хотите, если у нас за прошедший год, 2019-й, мы уменьшились подчисленными на 300 тысяч. Вымирание, идет просто вымирание, и вымирают, прежде всего, области с преимущественно русским населением, и преимущественно русские вымирают. Это тоже факт. Когда мы подходим к этой проблеме освоения, реальная власть, ваши журналисты мотаются по нашей области, видят, что в каком состоянии наше село, я уж не говорю про райцентры, что-то там еще теплится, а если чуть ушел в глубинку, это же фильм ужасов, как будто уже наступил судный день. Местные органы власти, там планируются изменения о том, что вообще надо выстраивать вертикаль. Они же что придумали? Что у нас есть государственные органы власти, а есть муниципальные. Муниципалам, ну то есть на уровень местных советов передают много полномочий, а денег нет. Они ничего сделать не могут. Мы не раз предлагали, что, ну, есть достаточно простое решение, это три трети. Условно говоря, собрали налоги, третья часть остается в районе, местность, местные органы власти разбираются, следующий это регион, да, в области, и третью ходит в федеральный центр. Они на что там жить будут, Александр Сеевич? Если так. Правильно, они на что будут жить, но они что творят, вот я все время смотрю и думаю, ну, это сознательная, видимо, диверсия. Ну, вы знаете, там ряд деятелей, типа Собянина и так далее, выступили за создание, это сегодня практикуется, создание агломерации, ну, огромных объединений, которые собирает вокруг себя, условно говоря, Москва, да, там, сказать, юг страны, здесь у нас в Сибири, допустим, у нас можно резервацию сделать. В Раук вокруг, я о другом. Я помню, в общем-то, преступные рекомендации Академии Казахстанской, которые, как ученые, тогда было в советские времена, подняли тему неперспективных деревень, которые, в общем-то, начали гробить нашу страну, чем объясняю? А чисто экономический интерес, сегодня капитализм, там прежде всего прибыль, убыточная нам не надо. А в советские времена они говорили, ну, вот маленькая деревня, а мы тогда занимались обустройством людей, да, ну, в деревне должен быть центр культуры, да, клуб, школа и так далее, и прочее, асфальт, газ и так далее. Они говорят, ну, тянуть далеко, это на самом деле затратно, асфальтированную дорогу, газопровод туда протянуть, выстроить клуб, содержать школу, поэтому надо закрывать, надо концентрировать. Считали, что люди из малых сел перейдут в крупные, но это надо быть, не надо быть академиком, надо быть крупным идиотом, чтобы не понять, что человек из малого села, если его с насиженного гнезда снимаешь, он поедет не в деревню побольше, он поедет прямиком в город. И так оно и пошло, и поехало. Это было, так сказать, решение ошибочное, потом пытались его как-то скорректировать, и кое-что удалось, но в целом это была диверсия против населения, особенно в глубинке, особенно вот у нас в Сибири за Уралом, где огромное расстояние, и жизнь, конечно, человеку обходится для того, чтобы нормально жить, чтобы его обустроить, всю инфраструктуру, конечно, гораздо дороже, чем в мелких странах. Ну, а сейчас агломерации опустошают страну, люди сбегаются в Москву, в Питер, в южные районы, все, страна пустеет, а что там остается? Как жить в такой стране? А здесь, ну, известны, могли бы на опыте Запада посмотреть, что делается с крупнейшими, вот когда собираются там десяток, два миллиона людей в одном месте. Так это еще в теплых странах, а у нас это какая нагрузка, и туда сходятся деньги, их надо, столицу вот сейчас расширили, это у них уже к трем триллионам рублей бюджет приближается в Москве. Вот. Но это ненасытный будет Молох, потому что им, чтобы сохраниться, надо держать уровень жизни в два-три раза выше, чем в целом по стране. А стране ничего не остается, с учетом, что у нас во главе олигархи. Это преступная, на мой взгляд, абсолютно преступная курс, линия, которую они поощряют. Они думают, что это дешевле обойдется, чем тянуть дороги, строить. Так они потом области начнут сокращать, деревни сократятся, а потом, а давайте Омскую область как экономически неэффективную этот процесс и идет. И пока доказывается того, что по-иному пойдет ситуация, никаких нет. Нет, мы видим это на практике. Мы ездим по деревням и видим, что... Поэтому, когда мы, так сказать, вносим поправки в Конституцию, для нас очень важно еще раз достучаться до граждан, объяснить им трагизм положения. Трагизм положения. А вот та мишура, которая там идет о том, да, мы, конечно же, за то, чтобы государство наше сохранило суверенитет. Мы видим военные угрозы. Мы же понимаем, что тоже НАТО, только одно НАТО, у ней военный бюджет 1 триллион, по-моему, 700 миллиардов долларов. Это в 10 раз больше, чем весь бюджет, почти в 10 раз больше, чем весь бюджет, весь бюджет Российской Федерации, у них только военный бюджет такой. И мы там говорим о безопасности, о многих других вещах. Мы стали сырьевым придатком, но в чистом виде. Вот болтовня уже сколько, импортозамещение, 6 лет идет. Так его нет, Александр Алексеевич. Мы замещаем импорт с Запада на импорт с Востока. Вот и все импортозамещение. Мы сырьевой придаток, раньше были с Запада, теперь, так сказать, придаток с Востока. И без перспектив. Печально. Потому что все эти инфраструктурные проекты, мосты, дороги и так далее, это не технология. Это не независимость. Это дороги для того, чтобы товары с Запада или с Востока могли перемещаться по нашей территории. А мы в лучшем случае получали с них за проезд. Ну что, это высокоразвитая держава, это что, это перспектива страны? А такая как раз уготована. И шелковые эти все пути. Ладно бы, пусть будет шелковый путь, пусть они нам платят за проезд и за пролет, но вы построите заводы, фабрики, которые бы обеспечивали и нашу безопасность, и мы могли бы вывозить продукты высокого передела или высокие технологии. Мы единственное, чем можем гордиться, это еще продажи в кредит, а точнее в кредит вооружений. И то, судя по всему, мы похоже уже сдвигает Китай нас на третье место. Были вторыми по экспорту вооружений. Теперь на третье место передвигаемся. Вот и все. А все остальное, все остальное надо иметь в виду. Да, мы за то, чтобы еще, говоря о поправках, необходим контроль представительной власти, то есть депутатский контроль над исполнительной властью. Вдумайтесь в само слово. Исполнительная власть – это власть, которая должна исполнять законы. А что такое представительная власть? Это та власть, которая создает законы и нормативные акты. Но у нас, у представительных органов, нет контрольных функций, мы не можем расследование провести, мы в лучшем случае можем получить информацию, делать запросы и получать информацию. А среди них большинство – это отписки. Так они и будут дальше простить за себя безнаказанно. А сейчас ведь, значит, когда президент, я имею в виду, Путин обосновывает необходимость проведения этого всероссийского голосования, вот, говорит, надо, они якобы передают функции от президента представительным органам власти, именно в Думе, Совету Федерации. Ну, это или лукавство, вот вдумайтесь сами. Значит, да, утверждение правительства, там, министров будет у Думы. А в отставку отправлять будет президент. Почему не Дума? А потому что, так сказать, функции... У нас раньше по этой, по этой конституции, которые, конечно же, мы говорили, я уже говорил об отношении к этому, мы могли преодолевать вето президента на тот или иной законопроект. Вот представим себе ситуацию. Новые выборы. У народа мозги вернулись на место, и они понимают, что так жить дальше нельзя. Они голосуют и приходят в Думу большинство. Понятно, что последовательно, и на кого надеяться можно, и только КПРов. Мы получаем большинство в Думе. Мало того, получаем конституционное большинство. И начинаем вносить законы о том, что вот пенсия должна быть такая, такая, олигархи должны платить не 13%, а 30%, а лучше 50%, а вообще, как на Западе, если под 70% от своей прибыли, чтобы обеспечить людей необходимым, что в образование мы будем вкладывать в разы больше, в здравоохранение то же самое, мы эти деньги перенаправим. Мы вносим законопроект, бюджет страны, президент накладывает вето. В нынешней Конституции, которая есть, мы ставим на повторное голосование, если у нас две трети голосов, мы его преодолеваем, и он становится законом. Сейчас? Нет, этого не будет, если пройдет эти поправки. Президент, если не согласен, собирайте хоть вы хоть 100%, я направляю этот закон в Конституционный суд. Нет, а здесь другая засада, как говорит молодежь. Конституционный суд скажет, это не соответствует Конституции Российской Федерации. А почему он так скажет? Потому что всех Конституционных судей по ныне действующим будет назначать президент. Вы что думаете, люди, которых он назначил, будут противиться его желаниям? Его воле? Нет. То есть, на самом деле, с одной стороны, вроде, функции расширяются у представителей органов власти на самом деле затыкается всякая возможность продавить те законы, которые нужны большинству населения страны. И так далее. То же самое у нас любили, когда принимали эту Конституцию, шла шумная кампания, ну, все СМИ тогда были, партийных-то все закрыли, не было. шел разговор о том, что у нас разделение властей, да, есть исполнительная власть, представительная, да, судебная, они независимы, баланс, сдержки, противовесы, а есть, значит, еще президент над всем, над всем этих. Ничего схлопнулось. Суды у нас зависимые, мы выступаем, кстати, одной из требований за выборность судов, во всяком случае, до уровня городского. Судьи должны быть выбираемы, а не назначаемы. То же самое, так сказать, президент лишил права сейчас, если пройдет, а это пройдет, скорее всего, по правке, понятное дело, раньше хоть генерального прокурора назначал Совет Федерации, ну какой-никакой все-таки представительный орган, теперь нет, и это убирается. Так вот, мы выступаем за то, чтобы это было, чтобы на самом деле у общества было инструментарий проявления воли народа. А сейчас, в случае даже успеха на выборах, создают еще одну систему обороны олигархов. Они понимают, что вряд ли Единая Россия сможет повторить такой результат на этих выборах. Она утратит такое абсолютное большинство в Думе. Ну, а лучше, конечно, если бы она превратилась в меньшинство. Вот, но это уже другая история. Опять нас дурят на самом высоком уровне через главный документ страны. Да, дурят, ну и будут дурить. Пойдут и проголосуют. А, кстати, почему, Александр Алексеевич, не референдум, а голосование? Возвращаемся к теме, я уже затронул этот вопрос. У нас есть закон о референдуме, но кто наблюдал внимательно, мы ведь, компартия несколько раз инициировала проведение референдума. Но все заканчивалось тем, что, пользуясь законами, казуистикой, перекрывался этот канал. Власть, как черт Ладана, боится референдума. Потому что вопросы, которые мы ставили и на первом, потом превращали его в народный референдум, и мы получали те результаты, которые бы получили, если бы он был не народным, а обоснованным, как говорится, вполне легитимным общероссийским референдумом, более 50. Они знают, что они проиграют. Потому что на референдуме необходимо время на разъяснение позиции, почему за, почему против. Там все это прописано. Мы ведем кампанию. И если мы с вами будем иметь доступ в любое предприятие, любой коллектив, встречи, распространять соответствующие материалы, убеждать людей, как надо действовать, доказывать свою точку зрения, которая радикально отличается от того, что предлагает власть, понятно, у них шансов нет. Поэтому они крутятся. Надо придать какую-то законность, ну как же, конституцию меняем, важность необходимо придать, а с другой стороны на референдум они выходить боятся. Поэтому придумывают вот такую мутную схему, в которой не разбери и поймешь, с одной стороны вроде наблюдателей нет, с другой партии, кого там предложат, их должны вроде принимать, парламентские партии, как считать будут, там электронные эти голосовые, то есть, задача имитация народного воли изъявления. Но я еще возвращаю, самое главное, на референдуме должна быть явка свыше 50%, раз, и проголосовать за изменения в конституцию должно свыше 50% от числа избирателей, нет, не пришел. Так они никогда в жизни референдумы будут проводить. Зачем? Все правильно, потому что им на референдуме никогда не победить. Люди же давно не верят в эти институты власти, но предать законность о том, что вот источником власти является народ, народ поддержал президентские предложения по конституции, ну а то, что там, сколько пришло проголосовало, это другой разговор. Президент, по-моему, где-то я смотрел цифры, хотел бы, чтобы поддержало 59%. Вот я думаю, что это дается от пришедших, конечно, 59% от пришедших. 10% придет, да? Я думаю, что эту установку сегодня, эта установка для администрации всех уровней, они ее будут выполнять. Они к ней будут двигаться. Уж какими путями, ну мы знаем, мы знаем, как это организуется. Александр Сеевич, ну и последний вопрос, вы говорили уже о поправках в Конституции от КПРФ по исправлению демографического положения в стране. У меня вот про материнский капитал, сейчас это широко рекламируется на федеральных каналах, увеличим, продлим, 616 тысяч, но это опять же вот эти вот какие-то фантики, которые раздаются. 616 тысяч, я слушала наших товарищей в Государственной Думе, они говорят, что уже ни квартиру не купить, ни бизнес на это, на эти деньги не открыть. Я тут села, посчитала, ребенка же до 22 лет мы ростим, он же не работает, когда он учится, например, в институте на дневном, да? 22 года. Нет, в России до пенсии. А некоторые до пенсии, Александр Васильевич. Я вот это все поделила, у меня получается 2300 рублей в месяц, если этот материнский капитал на ребенка, которого ты родила, а на 2300 рублей в месяц так даже младенца не прокормить, я не говорю уже за то, что надо будет платить, там, например, за гимназию, за садик, везде берут деньги. За спорт, за кружок, да? За все вообще. За курсы. Что это за деньги? А не дай бог семья, многодетная мама не работает, а папа, как у нас в Омской области 25 тысяч рублей получает, например, считается неплохая зарплата. Все правильно. Хотя, вот для, так сказать, чистоты, как выражаются отношения, надо сказать, что вот по сфере, связанной с поддержкой семьи, там, всяких выплат, у нас, по-моему, более 30 с лишним разного рода льгот, подходов, которые, ну, семья может претендовать, ну, та или иная в той или иной группе. Это, это на самом деле так, и может быть, в этой сфере, сказать, денег чуть побольше выделяется. Но вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. демографическая ситуация диктует, что мы просто вымираем, что страну с такой территорией, с такими богатствами удержать этим населением нельзя, а если учесть, что мы вымираем раз, а еще другая сторона, стареем два, а ведь ветеран, когда человек не может работать, а не дай бог, он не сделает подарок президенту и не закончит свой жизненный путь к 65 годам, или к 60 годам, дам, а его же дальше надо платить пенсию, кормить и тогда. А соберется дожить лет до 80. А вдруг, как обещала бывший министр здравоохранения, мы там семимильными шагами каждый год на три года у нас жизнь увеличивается. Ну, это статистика медицинская, она точно такая же, как, так сказать, статистика вообще, да. Ложь, наглая ложь, и статистика в высшей степени неправда. Так вот, совершенно очевидно, но для обнищавшего населения, для чего это, в общем, делать? Для обнищавшего населения мы должны понимать, что вы просчитали, ну, нормальный человек, что получил образование, да, заканчивается, 11 лет в школе учится, да, 18 лет заканчивается, 5 лет должен в высшем учебном заведении, об этом сегодня практически все хотят, хотят, так сказать, дать ребенку образование. Но я думаю, что многие из нас забывают, особенно люди старшего поколения, к которым я себя отношу. Ну, в советские времена никаких таких выплат, в общем-то, не было, да. Но население росло, да, поддержка, ну, декретный отпуск, по уходу за ребенком и так далее, выплаты были. Люди не ходили, не побирались, и депутатов не обрабатывали о том, что вот мне бы эту льготу выбить, мне бы эту льготу и так далее. А почему? Человек знал, он получал, если он работал нормально, он получал нормальную пенсию, на которую можно было прожить и не нищенствовать. Мы с вами говорили, знаем еще, помогать, помогать детям, дарить подарки внукам, и не дешевые и так далее, и оставлять там и себе на черный день, и им подарки, да, страховать, это обычная история была. Все правильно начинается, если эти подачки могут сработать в определенной, да, для человека, который живет где-то в деревне, в халупе, он из одной халупы может переехать в другую халупу. Радикально вопрос не решить. Да, это определенный стимул, он сработает для того, чтобы родился и первый, и второй ребенок, вроде комплекс, но не работает. А почему? Ну, потому что наш народ при всей простоте и доверчивости, что касается жизни, организации, особенно ответственности за детей, в большинстве, абсолютно в большинстве, правильно считают, так же, как вы сейчас только предложили. Хорошо. Но, чтобы поднять ребенка, а я хочу, чтобы мой ребенок поднялся и был на уровне стандартов, которые вы сегодня говорите, закончил хорошую школу, а где она хорошая школа? Или престижная к сегодня, насчет хорошей, я не буду говорить, хорошая это там, где хорошо учат, а престижная школа, которая себе накрутила там рейтинг в силу тех или иных причин. Потом закончил престижный вуз и получил востребованную специальность. То как только начинаешь об этом думать, начинаешь понимать, что это да, это первые радости, может быть, пока радость материнства, радость отцовства, пока он гулит и так далее, а дальше начинаются другие проблемы. И мы с вами уже говорили, а если человек, не дай бог, ребенок заболел, да, а там, не дай бог, как говорят атеисты, оказалось заболевание нестандартное, тяжелое. Ну, сегодня. Все. Есть и другая сторона. Но живете вы в тьму таракани, у вас ждете появления первенства, или второго, или третьего ребенка, у вас до роддома сейчас, да, хорошо оборудовано, в центре города, сотни, две километра, да, что случится, как наблюдают за вами, что там получится. Люди сегодня считают, люди, это когда касается политики, у них отключается голова и все прочее, когда касается денег, там все, все работает даже у людей с умственными отклонениями, как правило, вот мой жизненный опыт показывает, там все в порядке, это они считают очень хорошо. Самое главное, перспектива. Ничего не надо было бы, никаких пособий, если бы отец квалифицированный работник, я не говорю, ученый и так далее, рабочий квалифицированный получал достойную зарплату, он мог содержать семью. Если бы мать, которая имеет образование или специальность, профессию, я не говорю, высшее образование, квалифицированное, знала, что ей все это гарантировано, что проблем ни с садиком, ни с охраной здоровья, ни с дальнейшим обучением, ни с отдыхом, проблем не будет. У нас же был такой период, и это работало. А сейчас, ну дали подачку, и теперь крутись. Ну мы тоже знаем, как это пойдет. Хорошо, человек, допустим, может на 600 тысяч улучшить жилищные условия. Если у него есть эти жилищные условия. Ну вот предположим, возьмем ситуацию, там есть тема с ипотекой, вроде как снижается, уже не такая, так сказать, заоблачная, но тоже, не дай бог, все равно под 10% пока стоит, там на Дальнем Востоке пытается, да, у тебя однокомнатная квартира, ты хочешь завести ребенка, наверное, 600 тысяч хватит расшириться. Но вы меня извините, ну и что дальше? Ну все, ты расширился, а ребенка-то надо растить. А его надо растить, а туда, извините, во вторую комнату нужно покупать и мебель, и предметы длительного пользования, и так далее. И эта же жизнь-то продолжается. Да, есть импульсы, я думаю, что как-то это сработает, конечно, прибавится, но ситуацию не переломить. Ардинально же нам нужно ее ломать. Ситуацию не переломить. Потом ведь, ну самое главное, вот недавно появились, уже начинают и представители власти говорить, ну что вы творите с людьми? Когда культ безделия, культ безответственности, что касается девушек, что касается молодых людей, прожигания жизни, отдых, туризм, вместо того, чтобы набираться опыта, квалификации, быть полезным и своей стране, и так далее. Вы же кого угодно, многоженство, многомужество, измены, вы пропагандируете в прайм-тайм, вместо того, чтобы вот эти идеи материнства, глубокого уважения к ним, поддержки и так далее. Это должно быть идеологией государства в социальной политике. Но этого же нет. Найте вам деньги, объявили, ладно, ладно, берем. Кто-то родит, кто-то откликнется, но ситуации не имеют. Вы понимаете, страна вымирает, это женский ответ, если хотите, на политику Путина. Это правда. В этой стране, при такой власти, при такой политике, нельзя заводить семью, потому что нет перспектив, а быть последним, быть, извините меня, нищим, или плодить людей, которые тоже окажутся в положении тяжелым, но ни одна нормальная мать, ни один нормальный отец тоже над этим задумается. Поэтому надо создать среду, а потом включать стимуляторы. Но среду они создавать не хотят. Да, они, так сказать, стимулируют. Они приучили нас к подачкам, Александр Алексеевич, и мы на них ведемся. Простите за сленг. Это массово. Вот я по, так сказать, почте своей депутатской, люди, зачем обращаются, и так далее. Проблем, проблем море. Ну, есть тема демографии, вот откликнулись. И сейчас они, как социально ответственная власть, заявят, а что, мы смотрите, мы индексируем материнский капитал, мы продлили эту программу на долгие, так сказать, на еще 26-го года, по-моему, она должна работать в этом плане. Да, мы боремся за эти вещи. Ничего не получается. Не получается. Отклика не будет. Потому что вся атмосфера другая. Здесь, повторяю, население не купишь. Уверенности в завтрашнем дне. Да. Нужно создать всю цепочку системы, когда человек понимает, что он, общество, эту мать любит, общество для его ребенка создает маршрут, по которому он пройдет, и когда он, если у него там будут определенные способности, он себя реализует, и будет на радость и маме, и папе, и нашей стране, и самому себе. Но этого-то нет. И они этого сделают не в состоянии поопределения, потому что у них сердце и мысли о другом. Норме прибыли, коэффициентах и прочие вещи. Спасибо, Александр Алексеевич. Вы смотрели Акцент с Александром Кравцом. Увидимся в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok